Это завтра будет хоть чей-то ребенок там утонет. Вот тогда будет скандал. Проблема паводков охватила Казахстан. В различных населенных пунктах дома оказались под водой, а дороги превратились в реки. 26 марта жители села Коянды, расположенного недалеко от Астаны, перекрыли трассу. Они наставили на объявлении режима чрезвычайной ситуации. По словам жителей, их село буквально уходит под воду. Протестующих разогнали силы полиции, но власти пообещали усилить работу по откачке воды. Редакция «Голоса народа» решила лично оценить обстановку наводнений в Коянды. Здесь целая Венеция. Здесь работает МЧС. Поставили помпы, которые откачивают воду с начала улицы. Но это особо не помогает. Люди говорят, что чем дальше идет вода, тем больше дворов уходят под воду. На примере этого дома мы хотим показать всю картину происходящего в селе Коянды. Хозяин жилья вместе с сотрудниками МЧС пытается спасти свой дом, наполовину затопленный водой. Установленная во дворе помпа не справляется с напором воды. Для улучшения ситуации за собственный счет пришлось приобрести КАМАЗ-щебня. И даже после того, как ситуация с наводнениями будет урегулирована, на ремонт дома и покупку мебели потребуется немалая сумма. КАМАЗ-щебня урегулирована, Снег не вывозится. От нас вот дорога прямая к школе. Я тогда Каме тоже говорила. Они ездили КАМАЗы, какую-то подстанцию, землю засыпали. Там весь угол этот весь разрыли. Дороги нету. Там едет школьный автобус. Это завтра будет, чей-то ребенок там утонет. Вот тогда будет скандал. Я Акиму сколько писала сообщений, сколько сама приходила, на все глаза закрываются. Телефон никогда не берет. Телефон никогда не берет. На сообщения наши не отвечают. Мы три дня, уже четвертый день мы обвиваем пороги Акимата. Никого нету. Закрыто. Атоп идет неделю, никто не реагирует. Если это не вчерашний бунт, мы, наверное, тут сейчас плавали на лодках бы все. Почему в других поселках нормально? А после вчерашнего бунта что сделали? Ну, сейчас технику нагнали, МЧС что-то делает, пытается, но вода не уходит, потому что снег таять и не идет дальше. Надо выкачивать все и дальше копать Арышную систему. Я не знаю, для чего вот сидят руководство Акимат сидит, для чего, благоустройство для чего. Лето, осень прошла, строительный сезон прошел, бюджет выделяется. Что делается для этого? Воды нету здесь, связи нету, интернета нету. Куда деньги выделяются? Мы в двух километрах от столицы живем. Да здесь везде топят. Вот любую улицу заедете, где нет асфальта, везде потоп, люди мучаются, вот это страдание. Кто будет сейчас восстанавливать это все? Увидев ситуацию лично, становится понятно, почему люди организовали митинг и высказали свои проблемы. Кстати, благодаря перекрытию дороги количество техники в селе увеличилось. Однако шестерых участников протеста все же оштрафовали. Редакция «Голоса народа» стала свидетелями задержания митингующих. Где обвинения предъявляются? Кому? Никакие обвинения не предъявляются. А зачем тогда меня тащите сюда? Скажи. Вызывали, да. За что? За что? А можно узнать, почему? При чем тут я вообще? Здесь вообще вчера полмиллиона человек было здесь. Давайте выясним. Да, вы получается сейчас вызываете участников вчерашних событий, да? Да, да. Ага, можно узнать? Им какие-то обвинения предъявляются? Нет, нет, не предъявляются никакие обвинения. Я комментарии не буду давать. Сейчас надо. Можно бесконечно искать виноватых и ответственных за произошедшее. Однако народ остался один на один с проблемой. Люди были вынуждены покинуть стены своих домов, чтобы не остаться под водой. А некоторые день и ночь борются со стихией. Также остается неясным, кто возместит убытки, понесенные из-за паводков, которые накрыли пригороды Астаны из-за несвоевременной чистки и вывоза снега.